Вчера без 28 вечера в седьмой квартире на втором этаже жилой девятиэтажки на Барде на 40 корпус 2 соседями была обнаружена мертвой хозяйка этого жилища 49-летняя пенсионерка Надежда Франовская в последнее время лежавшая в больнице и оставлявшая одну из соседок собачниц ключи, чтобы та ухаживала за ее собаками. У Надежды Франовской их четыре. Она ухаживала за этим собаками. А потом вчера, позавчера, наверное, как ли, что ли, приходила, что закрыто, но думала, что она, говорит, меня не пускат, подумала, еще не пускат. Уйду, говорит, а потом пришла, вот открыла проб, позвала Люду, мою дочь, зять Люда, крикнула мужа. Тот Иван-то пошел и посмотрел, да, она же, говорит, вся и зарезана, и сколота, и душили. Отчего и почему могло случиться это страшное убийство, множество ножевых ранений и следы удушения, соседи знакомые госпожи Франовской не представляют. Погибшая обыкновенная пенсионерка жила все время одна. Единственная дочь в Сыктывкаре. С мужем давно разошлась. На пенсию вышла в 45 лет, работала где-то на вредном производстве от того и раньше, чем положено по возрасту. Единственное светлое пятно в жизни – вот эти собаки. А, что собаки? Одну собачку вот бросили, она подобрала. Вторую собачку принес муж, что ли, они разошлись. А вот эту, она тоже подобрала. А третья-то, наверное, была у нее, маленькая такая же. Обращалась с ними хорошо. Одна из собак, Жера, уже вторые сутки лежит под дверями квартиры погибшей хозяйки. Тоскует, даже почти ничего не ест, хотя соседи пытаются кормить. Кое-кто из соседей говорил сегодня, правда, о том, что погибшая госпожа Франовская была довольно зажиточной. Якобы и шубы дубленки у нее, и доллары, якобы грабить ее пытались уже несколько раз. Чуть ли не с поличным у нее с балкона милиционеры домушников снимали. И прочее, прочее. Но все же, скорее всего, убивали госпожу Франовскую не с целью ограбления. Большая часть соседей говорила все же, что она самая обыкновенная женщина-пенсионерка. Расследованием обстоятельств убийства занимается Ленинская районная прокуратура. Они и должны установить мотивы преступления. Жалко ее, очень даже жалко.